И вы бы хотели понимать, и вы бы хотели одеваться клево, и вы хотели бы выглядеть хорошо. И вот для этого мы вам говорим, что никуда вам идти-то по сути и не надо. Есть у нас очень хорошее место, очень хорошее место, спецодежда, проспект Ленина, 28. Зайдите сюда и посмотрите, как вы можете одеться с удовольствием, потому что такое же часто случается. Что-то сломалось, вы бы хотели бы это сделать, а нету даже вещей. А эта спецодежда, она выглядит изумительным образом. Вы в ней можете ехать в машине, вы можете по улице прогуляться, и она вас согревает, она вам душу греет тем, что она заботится у вас. Если что-то уж случилось, вы сами сможете все что угодно сделать, потому что у вас есть то, что доктор прописал. То есть замечательная спецодежда. Да сколько раз такое случалось, а сколько будет, когда вы лезете туда сначала отличной, но после залазания никакой в вашей и достаточно крутой одежде. Вы не знаете? А я вам про все это и объясню. Я объясню про цены, которые в действительности дешевле, чем нами не всегда любимый Китай. Или вы забыли о том, что в СССР была отличная легкая промышленность. Да по сути она восстанавливается. И какими темпами? И вот сюда-то мы и зайдем, чтобы вам показать эти темпы. Ах, господа мои, ах, господа мои, да, 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 да. А мне говорят, что мы ничего делать-то не умеем. Я вам скажу, что делать-то мы очень много чего умеем. Да. Сейчас объясню, почему мы это делать умеем. Почему мы это делать умеем. А вы ничего так на улицу выглядывали, да? Что у нас творится? У нас, естественно, морозы. Тема весьма интересная, да? А для того, чтобы вы поняли, где морозов нет, я вам гарантирую другой вариант. Есть у вас такая штука под названием Евроньюз. Вы ничем не занимались. Так вот, обратите внимание, в других местах есть ли такие морозы? Как правило, нигде в других местах таких морозов нет. Естественно, мы это дело очень хорошо делаем. То есть мы занимаемся и изготавливаем замечательные спецодежды. Отличная спецодежда. Да я считаю, что она даже лучшая спецодежда. Вы бы сюда бы зашли. Место-то очень интересное. Проспект Ленина и улица Комсомольская. Вот как раз. Прям-таки здесь. И посмотрите, и внимательно подумайте о том, в какой одежде вы одеваетесь. То есть мы будем говорить, что здесь все сделано в России. Вопросов нет. И это делается в России. И это делается в России. И это делается в России. Клево, а то. Теперь вопрос номер два. В связи с тем, что я вам говорю, что каждый из нас, из мужиков, естественно, в детстве, в школе у него были уроки трудов. Правильно? Ну, естественно, правильно. Большая часть из вас получала 4 или 5 баллов. Правильно? Правильно. Но, к сожалению, вот обратите внимание. То есть я так же занимался. У меня еще есть много-много разных условий. Вот. Я надел хорошую спецовочную одежду. Мне ее брат подарил. Она немножко коцана, естественно. Но это спецовка. Да? Вот. И я что решил сделать? Я решил в этой спецовке малость тем болгарочкой поработать. Но я поработал болгарочкой. То есть я вам сейчас покажу. Вот так вот практически она была. То есть, ну, понятно, да? А вот так вот практически. То есть вот эта часть, это все переделанное уже. Мне же никто не сказал, что болгарка вышибет мою одежду. Так, но если бы я сюда пришел, вот. Вот эта тема весьма интересная и грамотная. Вот эти замечательные одежды. Красивые, навороченные. Я очень-очень сильно сомневаюсь, что болгарка смогла вот эту штуку отшибить. Кто бы мне про это дело раньше-то сказал? Я бы, конечно, это себе и купил бы. Тут вопросов нет. Ну, это как раз для... Хотя, в принципе, можно и в зимнюю штуку надеть. А вот это как раз для зимы. О! Она более интересная и навороченная. Да, тут есть прострочка. Вот. И очень хорошие штаники. То есть, в такой спецодежде, естественно, вы можете не только болгаркой заниматься. Вы также можете и говорить. И ничего не случится с вашей отличной спецодеждой. К слову о том, где мы находимся. Я вам сказал, где это место находится. Давайте все-таки сюда должны приехать не только вы, уважаемые мои магнитогорцы и гости нашего города. Давайте все-таки своих директоров также сюда отправим. Посмотрите внимательно. Посмотрите внимательно, во что одевается ваш персонал. Может быть, у вас тоже кое-что включится. И вы возьмете себе идеальный вариант за абсолютно недорого. Ой, ребятки, разговоров будет много. Я не знаю, как у вас, но меня жизнь так носит. И если честно, то как инженер, по сути, я умею многое. А это и есть особенность инженера для тех, кто знает латиницу. А если туда воткнуть оператора, то, извините, в качестве лучшего мы лазим везде. Смотрим и показываем вам то, что вы не видели и не знаете. Вот такая у нас инженеров телевизоров жизнь. Это же просто тема для удовольствия моего. Сейчас покажу свое удовольствие, да? Показать вам свое удовольствие? В Китае купил. Ну, в смысле, это китайский ассортимент, который продается здесь. Сейчас покажу. Вот. Ну, каким-то образом оно еще прошло три года. Не верите? Я сейчас покажу. Видите, да? Она уже и не... Ну, как это? Цена вопроса. Ой, цена вопроса. Кстати, сейчас я про цену вопроса вам скажу. Такой ботинок мне обошелся в 1900 рублей. Люблю такой ботинок. Давайте вот из той же категории покажем вам. Кстати, с этой стороны вот эти самые замечательные ботиночки есть. Но при этом все это сделано в России. Я не буду говорить, что у нас в России все абсолютно плохо. Уж поверьте мне, плохо это... А почему в России должно быть плохо? Все уже повернулось на круги своя. Все это делается здесь. И я бы себе хотел бы... Ну, вот давайте возьмем чуть-чуть дорогой и поинтереснее вариант. То есть тот 1900, да? Ну, будем говорить 2000 рублей. Я бы хотел себе вот такие ботиночки взять. Да. Они 3000 с небольшим. Но обратите внимание, как все сделано. К слову о том, что здесь... Вот здесь вот стальной наконечник. Она, конечно, красива. Но здесь замечательный мех. Отличный. Настоящий мех. И эти ботинки... Вот такие ботинки. Почему я говорю? Это что, плохой результат, да? Обратите внимание, какие они красавцы, да? Safety jogger. Heavy duty. Там все остальное. Ну, там их же делали, правда, бывает такое. Да. А вы там думаете, что мы только для России делаем? Ну, здравствуйте. Нет, конечно. Мы на зарубеж все это делаем. Обратите внимание, какие здесь характеристики и какие цены. Это вот я себе бы хотел купить. Да, я думаю, что и возьму себе такое. Но мы говорим про нашу цену, да? Про цену таких ботинков. А вот. Да. Примерно в той же ценовой категории. Да. То есть, ну, на 500 рублей дороже. Но как это все сделано? Да? Ну, я считаю, что это супер. Ну, и если мы еще возьмем чуть-чуть подешевле, здесь такие вещи есть. То есть, мы говорим о ботинках в ценовой категории от 900 рублей. Это профессиональная форма одежды. Настолько хороша эта профессиональная форма одежды, что она вам прослужит не один год. Это 100%. Берите себе и посмотрите, насколько все это очень красиво и будет служить гораздо дольше. К слову о том, вот с другой стороны, да? Есть замечательные ботинки для рыбалки, естественно. Причем разные. И вот такие ботиночки тоже есть. Да. Теперь вопрос. Мы как-то с мамой пошли в один из магазинов. Купили ей, ну, в принципе, неплохой вариант. Неплохой вариант. Но цена вопроса была. 5 и выше туда. Я думаю, что здесь можно за 2 и ниже туда купить себе 2. 2. И это будет супер вариант. В общем-то, я не только говорю про мужиков. Сюда также могут прийти и девушки, и женщины. Вы посмотрите, как это все сделано. И в некотором случае... Сейчас я вам объясню. Чуть-чуть. Вот. Когда вы посмотрите, из чего создана и какая качественная подошва, вы просто вот выйдете на улицу, да? Вот здесь снегопад, естественно, да? Как вы прекрасно понимаете, снегопад это для чего? Для того, чтобы вы, естественно, упали. Попробуйте. А если не получится подскользнуться, вот по этому вопросу вам необходимо прийти сюда, в этот магазин, где есть замечательная спецодежда, уж поверьте мне. Вот такой результат. Вот то, что неубиваемое. Нет, конечно, все убиваемое, но спецодежда для того и создана. В ней легко работать везде. Ботинки греют и берегут ноги в самых суровых условиях. Одежда для носки внутри просто лучшая. К ней не пристают волосы и пыль. В ней комфортно. То, что снаружи идеально, есть и карманы. То есть то, что нужно и для инструмента, и для безопасности. Ну и цвета, и цены. И вы знаете Магнитогорск. Магнитогорск – город тружеников. К слову, в городе тружеников, в отличной спецодежде, одетой дома, можно прийти на работу. Можно прийти чуть позже и уйти чуть раньше. Не знали, а знаете. А если таких спецовок несколько, то душ придется принимать дома, и грибка на ногах нет. Ха-ха-ха-ха. Весьма интересная тема. И место-то есть. Спецодежда. На Ленина, 28. Да-да-да-да. Мне попросили, я естественно показываю, что может купить себе любая девушка. Представляете, вот такая. А вот. Смотрите, как это все красиво выглядит, да? Цена опроса – 1200 рублей. Температура до минус 65 градусов. А то! И ничего там про ценники я вам объяснил, да? Так вот, приходите в этот замечательный супермаркет для спецодежды. Здесь очень много всего хорошего. И покупайте. То есть мы не будем говорить о том, что 2 по цене. Это получается практически 4 можно купить по той самой цене. Спасибо. Вот кто бы мне раньше-то сказал? Никогда бы я больше никуда не появился. Да, кстати, вот эти ботинки вы можете проверить. Прямо здесь. Если вы в них подскользнетесь, ну я не знаю. В них точно не подскользнетесь. Вот. Другая тема, почему девушки сюда должны так же и прийти. В принципе, и мальчики, и все остальное. Вот. Это замечательная спецодежда для больницы. Мне могут сказать, что если это больница, представляете, они все в халатах ходят. Да, может быть, так-то оно и есть. Но как-то я вдруг попросил у своего замечательного товарища, к сожалению, он уже на том свете, Евгения Сушкова. И он мне дал вот такую штуку. Такую штуку. Да, про цену ничего не буду говорить. Вот. Это была стандартная форма одежды для тех, кто занимается хирургией. Я ее надел. И в первый раз моя супруга, когда очнулась, она увидела кого? Она увидела своего... Меня, то есть своего... Человечка. Я буду надеяться любимого. Я ей так и объяснил, что все в порядке, у тебя все абсолютно нормально. И когда я в ней шел... Вау! Я бы, наверное, сейчас бы и разделся для того, чтобы показать, что то, в чем я одет, уже имеет кое-какие мышечные проблемки. То есть мои мышки уже вспотели. Хотя, в принципе, это тоже хбшка. Но мышки вспотели. А здесь ничего не вспотеет. Потому что есть грамотная вентиляция. Грамотная вентиляция, да и вообще. То есть, когда человек заходит в операционную, это все должно быть в идеальном и качественном состоянии. Также в идеальном и качественном состоянии все это здесь. То есть, если даже вы сейчас это все себе возьмете, я не буду говорить про девушек. Вот, пожалуйста, посмотрите, какая красота. Какая замечательная красота. Да. Цена вопроса. 960 рублей. Вот просто оденьтесь, просто оденьтесь дома. Просто так, ради прикола. И походите. И вы поймете, что это немножко другое удовольствие, чем ваши там халаты. Это красиво. Это красиво. Никогда не замерзнете. Вот. И удовольствие, и качество, и собственный аромат. Это все в одной структуре. Прямо здесь, в спецодежде. Которая располагается на пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской. Теперь подойдем в другое место. Прямо вот рядышком. Просто здесь можно много чего говорить. Я буду говорить. Хотя, в принципе, вы сами должны приехать и посмотреть. И я не буду говорить сюда, что не могут приезжать ваши... Человеки, которые выше вас по рангу. То есть, представляете? Ну, вы, допустим, пришли. Вот. Вам выдали какую-то непонятную форму специальной одежды. Я не буду говорить, что девушки иногда тоже занимаются. И девушки, и женщины также занимаются. Вы обратите внимание на улице, да? Да, мужики работают в спецодежде. Да, женщины тоже работают. Но в непонятно какой спецодежде. Вы приедете сюда и посмотрите. А лучше пригласить сюда качественного специалиста, который поймет, о чем идет речь. И он, уже увидев здешние цены, вам скажет. Ребятки, вот здесь надо все это делать и покупать. Потому что все же смотрят программу «Дом, милый дом». Я это вам и говорю. Что даже если мы будем говорить о пилоточках, то они стоят 60 рублей. Вы где такие цены вообще увидели, а? Ага. Даже газировка, то, что вам не нужно, так оно стоит дороже. Только это работает на вас. И не один день, и не месяц, а годы. По сути, все здесь реально стоит дешевле всяких китайских и самых дешевых магазинов. Я не говорю про другие точки. Вы просто зайдите сюда и убедитесь. То бишь, мы с вами поговорили о спецодежде для зимы. Но не все у нас зимой делается. Да. Зима, конечно, у нас хороша. Но если вы, допустим, все-таки где-то в помещении работаете, да? Или вы, допустим, часто ездите за рулем, да? Вот об этом мы сейчас и будем с вами говорить. Что у нас за рулем? Мы должны одевать эти вот самые желтые жилеты. Это стандартное правило, если вы поедете за город. Естественно, эта штука у меня есть в машине, тут вопросов нет. Но обратите внимание, если бы я вот эту штуку одел бы, да? Во-первых, для меня то, что доктор прописал, да? Если я, допустим, бы куда-то вышел. Вы можете это не заметить, но вот здесь вот. И вот здесь вот. Эти самые замечательные полосочки. Да-да-да-да-да. К слову о том, как я люблю ездить на машине, да? Да, я эту машину сам ремонтирую. Вот это то, что доктор прописал. Супер вариант. Я, естественно, машину свою буду делать. Потому что у меня есть замечательная специ... Это даже не специалочная идея, это как бы я даже сказал. Это то, в чем вы можете ехать за рулем. Тут таких вещей в действительности очень много. То есть, все-таки мы будем о чем говорить, да? О том, что если мы говорим про специальную одежду, она различных цветов. Никаких проблем здесь нет. И она очень красивая. И она очень ноская. И даже если вы себе возьмете эту специальную одежду, которую вы можете купить здесь, да? Вы можете так же по улице пройтись. Ну, представляете, красотища, красотища. Здесь очень много хороших вещей. Реально крутых. Для этого просто надо прийти и посмотреть. Почему я пришел вот к этой части? В этой части есть замечательные очки. Очень хорошие очки. Вопросов нет. Одни из них, вот эти желтенькие, это то, что доктор прописал. Для тех, кто может ездить... Кстати, ночью. Потому что это все дело переводит цвет фар, который вас ослепляет, в более теплые. То есть, они желтеют, естественно. Вас уже ник что не слепит. Теперь вопрос другой. Да-да-да-да-да-да. Вы часто заходили? Да и зайдите в любое место, да? Где вам предлагают очки для движения. Вау-вау-вау! Крутые очки, там, 2000 рублей. Я говорю, ребят, разницы нету никакой. Если честно, я видел эти очки. Я вам сейчас и сегодня расскажу, что лучшие цены, это, наверное, только в этом спецодежде. По одной простой причине, они все стоят реальные и абсолютно недорогие денежки. Абсолютно недорогие. Тут нету цены более там... Какой-то цена. Тут цена, там, максимум 200 рублей. Ну, 230. Это максимальная цена за очки. Это максимальная цена за качественные хорошие очки. То есть мы выбираем, я бы себе две штуки взял бы, одну для езды вот сейчас, да? Когда очень светло. Просто темные очки, вот они, вот обратите внимание, да? Чуть посветлее и до стальные. И все это бы вместе мне обошлось, ну, весьма... Ценники-то недорогие. Абсолютно недорогие. То есть я бы в другом месте купил бы одни очки. Даже не одни, а только, наверное, половину очков за вот это дело. Я не понимаю, для чего это нужно. Потому что проще прийти сюда. Внимательно зайдите, внимательно посмотрите. И все-таки обратите внимание о том, что если мы говорим про то, что делается в России, это не есть плохо. Уж поверьте мне, это совсем неплохо. Да, и кроме всего, вы должны запомнить, сколько спецодежда должна существовать. Не год, не два и не три. Ну, если только у вас с головой все в порядке. Хорошая спецодежда смотрится красиво. Это совсем не те спецовки образца 1980 года. Совсем все по-другому. И это в действительности, это экономия вашего времени. Ну, что плохого встать на 20 минут позже и выйти на 40 минут раньше. Вот вам и час, и это не пробки. Вы экономите больше времени в любое время суток. Причем в такой спецодежде можно легко зайти в любой магазин. Да легко. Да, конечно, нужно думать о здоровье. А это и есть ваше здоровье, защищенное от преград. К слову, я, наверное, пойму вещь другую. И зная цену, и зная суть своих работ, я не буду носиться по дискаунтам. Там, поверьте мне, таких цен нет. Я зайду сюда и куплю то, что будет служить мне долго. На Ленина 28. Да, 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 да. Я не понимаю. Я не понимаю. Я вас не понимаю. То есть мы все одеваемся, и по улице идут человеки... Такие странные. Серо-черные. То есть в основном у нас черные. Зачем это нужно? Я не уезжаю. Город наш, город красивый. Ну, ладно. Город красивый. Замечательный, к слову. Обратите внимание на термобелье. Очень классное термобелье. Также надели и вы уже не замерзли. А еще поинтереснее термобелье. Надели и хорошо. Это о том, что внутри, а снаружи Тоже самый вариант. Тоже самый красивый вариант. Замечательно, замечательно. Цвет немножко другой. Голубой и синевой. Ну и плюс, естественно, штука для того, чтобы вас видели водители. Легко вышли на улицу и вас уже очень-очень-очень далеко и видно. Мало того, там еще есть замечательные брюки. К слову, и брюки здесь тоже есть хорошие. Мы не будем говорить, что это вата. Нет, есть такая штука под названием синдепон. Не знали? Так вот, посмотрите, как это. Хорошие брюки с синдепоном. Я вам серьезно говорю, тема-то интересная. Мы будем о чем говорить? О том, что наши пуховики это то, что доктор прописал. Я еще не видел ни одного человека, кто бы в пуховики замерз. Не, ну может быть кто-то есть. Но я таких людей не видел. Честно. То есть, по сути события нам шубы-то, как бы, в Дубленок это, кстати, не для России, естественно. Вот. Теперь возвращаемся к другим вещам, да? Вот. Вот это, вот это очень хорошая тема. Эта штука противомоскитная. То есть, она, конечно, стоит космических денег. Просто капец каких денег она стоит. Чуть-чуть дешевле, чем 40 долларов, да, примерно так. Представляете, да? 40 долларов и что это такое? Это целиком все, что должно быть. И вот обратите внимание, вот эти штучки, да? Это называется, это называется застежечки такие. То бишь, вот так оно надевается, да, покойненько. И вдруг внезапно какой-то там москит. Ну, в смысле, не москит. Мы будем говорить про москит. Это что такое? Ну, кровь немножко пососал, отварил, правильно? А, есть такая штука, другая, да? Энцефалитный клещ. Клевая штука? Да не дай бог она у вас. Не дай ты бог. Мало того, если этот энцефалитный клещ почувствует, мы даже этот запах не понимаем, да? Оно все пропитано, поверьте мне. Если он сразу не отварится, и вдруг он внезапно скажет, все, сейчас я вас амкушу. Я говорю, а попробуйте, а попробуйте. А если не получится, так вот и не получится. И мы не будем говорить о том, что кое-что здесь стоит хороших денег. Я вам говорю о том, что это не стоит космических денег. То бишь, вы ради удовольствия зайдите сюда и посмотрите здешние цены. Просто зайдите и посмотрите. Да, 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 да. А потом купите. Да. И я не думаю, что когда-нибудь кто-то вас вот в этой штуке покусает. Нет, этого не случится. Мало того, эта противомоскитная сетка, она настолько хорошо впитана в ткань, что если у вас что-то случится, если вы там что-то сделали, немножко спачкали и все остальное, она не вымывается. То есть ее можно постирать и противомоскитная сетка, она продолжается здесь. То есть вы не думаете, что это на один раз. Нет, это абсолютно на один раз. Вы купили и вы забыли, к слову о том. К слову о том, что вот это, такие вещи должны быть для кого. То есть, ну, понятное дело, что для рыбаков. Скоро дело начнется. И если вы обратитесь в любое медицинское заведение, вы поймете, сколько людей укусанных. В таких вещах вы туда не пойдете. То есть укус у вас просто не случится, естественно. Вот. И есть такая штука под названием дорогоуборочная техника. То есть они идут, вот. А везде эти, ну, такие всякие растения, да? Вы не думаете, что там москитов нет? В смысле, что там клещей идут? Да вы знаете, там сколько клещей? Космос! Спокойненько. Вот мой вам грамотный совет. Придите сюда и обратитесь, и обязательно посмотрите. И, возможно, вы себе это купите. По одной простой причине. То, что сделано в Советском Союзе, в смысле, в России, естественно. К сожалению, Советский Союз уже закончился. Ну да ладно. Это и не есть плохо. К слову о том, что в Советском Союзе делались, если вы помните, Аляски, вот такие были курточки. И они очень хорошо работали. Ну, в свое время. Сегодня, сейчас мы не то, что перешли круче. Мы делаем это круче, чем все. И при этом наши цены... Кстати, наши цены дешевле, чем Китай. А вы не знали. Так придите, посмотрите сами. Да, любимые мои горожане и гости, поверьте, сначала я проверяю, затем покупаю и после этого в эфир. Купить меня сложно, но можно. Ценники будут точно такими же, как в топе. Но пока топов таких нет, и я работаю для вас. Вы должны, как и я, экономить семейный, да и свой бюджет, не ограничивая себя. Это можно делать, смотря мои передачи. Так что смотрите и поймите, что спецодежда на Ленина 28, это то, что вам прописал доктор. К слову о том, что докторскую одежду я себе купил для дома. Ибо хорошее телевидение, и это ваш любимый семейный доктор. Доктор в моем лице. И где эта штука находится? Да в самом центре города. Прямо напротив. Проспект Ленина идет на юг. И улица Комсомольская. Вот, вот, прямо за моей спиной. Ленина 28. То, что вы можете сделать для себя. Вы можете здесь одеться изумительно. Потому что мы не будем говорить, что то, в чем мы одеваемся, есть хорошо. Нет, господа мои. Это совсем не то, что должно быть. Мягко говоря, вы думаете, спецодежда, это вот то, что на мне. Да, то, что на мне, это не спецодежда, это обыкновенный пуховик. Я его немножко подразнообразил. То есть я вот, видите, дом, милый дом сделал. Но, как правило, это все таким стандартный черный цвет. Красоты-то нету. Когда вы зайдете сюда, вы посмотрите, что это и есть красота. Это и есть красота. И эта красота должна быть у вас, поверьте мне. Потому что мы занимаемся и мы хотим, невзирая на то состояние души, в котором мы находимся, мы также хотим и строить, и все остальное делать. Мы это все делать умеем и можем это сделать. Вопрос возникает в вашей спецодежде. И где она сделана? И какая это спецодежда? Мы говорим о России. Так вот, лучшая спецодежда изумительных качеств и цвета, так она вот здесь находится. То, что находится за моей спиной. Проспект Ленин, 28.